Погнали, вопрос-ответ, друзья мои. Как решиться на рождение ребенка? Очень-очень страшно. Вот тут не очень понятно, вам сколько лет сейчас, и действительно ли этот ребенок нужен, потому что тут тоже нужно очень понимать. Просто иногда бывает такая ловушка, особенно у 40-летних женщин, которые сделали все, ну все шикарно в ее жизни, но она не может решиться родить ребенка. Вот такое правда бывает. Очень бывают эгоистичные натуры. Есть у меня такие девочки, да, она боится, что как-то все повторится, как в ее детстве. Мама у нее там какая-то была сумасшедшая или алкоголичка, или еще что-то, да, что вдруг она не сможет дать эту любовь и так далее. И вот тут идет спорный момент. Или же, например, нет этого партнера постоянного. И тогда я предлагаю, потому что это такой переломный все-таки момент, что если она сейчас не родит этого ребенка, то вероятность, что она его родит, снижается с каждым годом. Ну понимаете, да, после 40 все-таки. И тут очень важно, и она так может себя обворовывать, она так может не отдавать себе отчет в это, что мы начинаем с ней играть в такую игру. Я ее погружаю в состояние, где врачи ей говорят о том, что она бесплодна, и у нее никогда не будет детей. И удивительным образом, удивительным образом, как женщины многие начинают хвататься за этот шанс. Типа, как так? Да как же так? Нет, так у меня начинается возмущение. То есть пока у нее есть этот выбор, ей этот ребенок вроде как не нужен. Как только ей говорят, слушай, мадам, да ты бесплодна, у тебя его и в принципе не будет, то он ей срочно и резко становится нужен. Понимаете, как интересно? Поэтому вот так. Вот здесь есть и страх, и есть эгоизм. И в таком случае, если, например, женщина хочет, но боится, но все к тому располагает, чтобы иметь этого ребенка, то мы с ней делаем вот таким вот образом. Ну, во-первых, играем в эту игру, где я сообщаю об этом бесплодии. И второй момент, что я предлагаю... Что-то у меня чешется нос сегодня. Нет, я пить не готова. Я, кстати, решила немножечко воздерживаться от алкоголя, потому что, мне кажется, от него вес набираешь от этого вина, все честно. Как-то зараздувает как-то. Ну так вот, перейдем сейчас к этим детям. Я предлагаю ей думать поэтапно. Ну, грубо говоря, ты же можешь дойти до коридора, да, уйти, да, как к социофобу. Ты же можешь дойти до лифта, да, могу. Ты же можешь дойти, там, агрофобу или социофобу, ты же можешь на этом лифте спуститься вниз, да. Ну, а до первого дерева сможешь дойти, да, смогу и так далее, да. Вот здесь вот уже сам. Ты можешь заняться сет сам без предохранения. Ну, в принципе, могу, хотя очень трудно. Ну, вот сделай просто это. Просто поэкспериментируй, может, ты уже и не можешь детей-то иметь. Вот я им так вот и говорю. С чего ты взяла? Ну, те 40 лет, с чего ты взяла, что ты сейчас вот захотела и забеременела? Да это очень сложный процесс. Это не все так просто, понимаешь? Это такой механизм, который еще уже в 40 лет яйцеклеток не так много. Поэтому не надо быть такой уверенной в этом, что ты не можешь, да. Я пытаюсь ее немножечко, так сказать, чтобы она усомнилась, а то она такая сидит вся, типа захочу и будет. Соответственно, это первый момент. Я просто говорю, ну, проверь, просто проверь, просто проверь. И в таблетку ты всегда успеешь съесть таблетку. Все, ну, забеременеешь, в крайнем случае поймешь, что тебе точно не надо, ты съешь таблетку. Сделай вот это просто хотя бы. И тогда поэтапно, потихонечку дальше допустим. Ага, ты поняла, что ты беременна, ну вот ты сейчас почувствуй, как тебе это в животе. Ну как? Ну нормально, да, или тошнит. Ну ты можешь быть с этим, ты можешь познакомиться со своим новым состоянием, ты можешь познакомиться с этим плодным яйцом пока еще, да? Да, ты готова это оставить? Да, готова. То есть поэтапное, постепенное принятие вот этой новой жизни, понимаете, да? Не сразу, что у нее появляется трехлетний ребенок, и вот эти крики ужаса, и ей из дома никуда не выйти. Не сразу. Она в эту воду заходит постепенно, постепенно. Но у меня не было еще ни одной женщины, которая забеременела в 40 лет, а потом ломанула сделать аборт. Ну такого не было. Как правило, все, она понимает, что это не так все страшно, что она не умерла, что все в порядке, что все, все. Мир не рухнул у нее, денег ей хватает, и никто от нее не разбежался в сторону. Поэтому я это делаю вот так, по крайней мере, емельно. Ну и вот сюда же, кстати говоря, эта же девочка задает вопрос, как решиться что-нибудь изменить в жизни. Потихонечку, постепенно, если вы боитесь резких каких-то перемен, постепенно, там, ну, попробовала, допустим, я сделать ремонт себе в квартире, да? Или поменять мебель, или поменять, поменяла потихонечку район. То есть, ну, маленькие изменения, и посмотрите, ага, ничего смертельного, и все, никто не умеет, все нормально. Я хочу укусить своего ребенка, потому что я сильно люблю его. Как от этого избавиться? Действительно, очень у многих людей, кстати, у меня тоже есть такое, от избытка чувств я могу даже грызануть. То есть, я сама, но поскольку, допустим, я могу грызануть, это все-таки взрослый человек, я могу подойти к взрослому человеку и что-то отгрызть случайно. Я помню один раз я Николаша выгрызла бровь, то есть у него был такой проплешинка такая, то есть я грызла-грызла и выгрызла вот это. Может быть такое, но тут как бы я даю себе это разрешение. В данном случае с ребенком так же, да, я тоже люблю кусать детей, но ты понимаешь, где эта грань. Например, если взрослого мужика можно больно укусить где-то, там раз и отгрызть кусок чего-то, ну или просто очень сильно укуснуть. Ну это правда, какая-то страсть такая есть. То с ребенком ты регулируешь, хотя и ребенка могу тоже иногда укусить, что мне ребенок может сказать, мама, ну ты что, это мне больно, ты же мне следы оставила. Поэтому тут мы просто себе где-то разрешаем это делать. Ну просто это прикольно, это приятно. Надо как бы не терять, то есть не надо от этого избавляться совсем, нужно просто, как его, просто понимать мир вот этого всего, чтобы не отгрызть кусок тела отончательно. Так, далее, далее, как определить скрытого нарцисса. Посмотрите, скрытый и открытый нарцисс, это сразу, сразу становится такая штука, что ты как будто на его фоне таешь. Ты как будто бы какой-то, ты становишься никем. Хотя такие яркие нарциссы, они умеют и влюблять, то есть они могут, конечно, тебя послушать внимательно, они могут тебя расположить и так далее. Но вот со скрытыми, допустим, вот даже женщин, если возьмем, скрытых нарциссик, я их моментально считываю при помощи, даже она может быть не ярко выражена, я начинаю все время отстаивать то, что я умная. То есть я понимаю, что мне приходится бороться за то, чтобы доказать ей, что я умная. Или приходится с нарциссами, с мужчинами доказывать ему, что я красивая и я умная. Вот так если мужчине приходится или женщине что-то доказывать, а это чувство иногда очень сложно отследить, вот тогда, скорее всего, вы имеете дело с нарциссом. Типа она такая или он так лунный, а ты как будто не очень. Тебе для того, чтобы быть очень, надо вот как будто бы какие-то усилия прикладывать все время. До выпускного экзамена все было супер. После из-за стресса нет желания что-либо делать. Тут даже нисколько, может быть, из-за самого стресса, но из-за стресса в том числе, определенное время шло очень сильное напряжение. И когда идет очень сильное напряжение, то потом идет опустошение. Когда ты снимал видеоролик, ты выкладывался, когда ты готовился к экзамену, когда было публичное выступление. И чем сильнее ты вкладывался, тем дольше и глубже будет это опустошение. И это надо разрешить этому быть и просто в нем остаться. Я иногда даже начинаю плакать. То есть, когда я очень сильно где-то выкладывалась, и я себя провоцирую на какую-то минорную нотку, чтобы поплакать и разрядиться. Можно даже получить оргазм, чтобы снять это напряжение и как бы занырнуть, пусть даже в это опустошение, пусть даже в эту глубину. На самом деле у этого опустошения, оно не просто опустошение. Если заглянуть чуть глубже, то это какая-то боль, печаль, и это что-то про депрессию. Вот. Вот еще. И это еще бывает от того, я обращала внимание вот на это опустошение, оно часто бывает связано с тем, что ты очень много отдал и ничего не взял. Потому что то же общение с публикой, то же общение с залом или то же общение с клиентом, да, вместе с пациентом, если попадается очень благодарная публика или попадается очень отзывчивый пациент, то ты выходишь энергетически заряженный наоборот. Тебе очень хорошо, у тебя так много сил, как будто ты можешь горы свернуть. Но если ты не получил что-то взамен, то есть ты не почувствовал вот эту обраточку от публики, от человека, от камеры, тем более ты же не можешь почувствовать, то ты уходишь вот в это опустошение. Но опять же, это не просто опустошение, это про печаль, это про какую-то тоску. Это про то, что что-то как будто бы, про какую-то, как будто бы ты где-то себя как бы недооценил или тебя не до конца дооценили, что-то ты не взял, что-то ты не получил. И поэтому в этом состоянии просто нужно разрешить себе побыть и как следует, как следует отдохнуть после этого экзамена. То есть, грубо говоря, вот если перевести все на язык экзамена, если бы ваш преподаватель, например, который принимал у вас экзамен, сказал бы вам, какой-то молодец, боже, у меня такие все дебилы, это ж надо вот такого ребенка воспитали, талантливого, гениального. У тебя все так будет по жизни хорошо получаться, вот это твое. Вот ты вот прям математик, ты понимаешь? То есть, если бы преподаватель дал вот эту мощную обратную связь, оно бы очень быстро восполнилось, оно бы очень быстро компенсировалось. А так как преподаватель это не дал, он просто взял как должное, как бы вас отправил, все, и вот получилось вот это еще опустошение. Вот оно еще из-за чего. Так, какие у вас отношения с папой? Никакие. Я помню, я работала с психологом, и мне психолог сказал о том, он дала такое домашнее задание, найти своего папу, с которым я вообще, по-другому, я не знаю, не знаю, да, уже много лет, найти своего папу и познакомиться с ним заново. Я его нашла исключительно, потому что психолог так сказала. Я нашла, немножечко разочаровалась в том плане, что, несмотря на его интеллект и начитанность, мне было с ним скучно. И, соответственно, сейчас ко мне приходят тысячи писем, я не знаю, смотрят меня мой папа или нет, папа, я на тебя не обижаюсь и так далее. Просто как будто бы я познакомилась с новым человеком, с которым мне не о чем говорить. Правда. Никаких претензий, у меня нет никаких обид к тебе, папа, если ты на меня смотришь. У меня просто, мне как будто не о чем бы говорить. А иметь человека, которому нужно поздравлять с днем рождения, мне нужно поздравлять с 23 февраля или еще с чем-то, мне это тяготит. Все. У меня мои-то как бы нужно помнить, что у меня у папы день рождения, у мамы день рождения, что у меня у моей Галии день рождения, у меня у детей день рождения. У меня вот это тяготит, а тут еще как бы папу надо поздравлять. То есть мне это не интересно просто. Исключительно. Это не из чувства того, что сейчас как я тебе папа отомщу только. Нет, это нифига не из этого чувства, это совершенно из другого чувства. Кстати, мне так удобненько, коленочки поджало. Так, все, запись у меня идет, да. Так, я там вылезаю со своей кичкой. Так, ребята, ну что, давайте дальше. Так, 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 это про папу. Значит, чувствую себя некрасиво и завидую своим красивым подругам. Хотя я нормальная. Не надо с этими красивыми подругами дружить. Нафиг, нафиг они нужны. Потому что у красивых девочек, у них часто есть такой нарциссизм, и она такая вся смотрит на тебя, как на говно. Да, вы не надо с такой дружить. Может быть, и со страшненькими тоже особенно не надо, но с теми девочками, с которыми комфортно вы себя чувствуете, дружите. Вот и все, вот красивых тогда и забавляйтесь. Зачем себя постоянно сравнивать? Потому что когда постоянно себя сравниваешь, начинаешь уже в том другом человеке растворяться. Он начинает тебе казаться еще более каким-то красивым, прекрасным, превосходным, а ты начинаешь себе казаться какой-то вообще, поэтому нафиг я даю красивый у всех всех красивых подруг. Выгоняйте к чертовой матери. Так, как принять факт, что у мужа было много женщин до меня? Как принять этот факт? Ну, дело в том, что если бы у вашего мужа не было этих женщин, то, возможно, он бы вас сегодня так не будоражил. Он будоражит вас как раз именно своим прошлым. Что он всем другим девочкам тоже нравился. Значит, он есть чем нравится. Может, он писи большая, может, он очень умный, интересный, харизматичный, с чувством юмора. Может быть, он, да, богатый, он такой успешный. Почему он так нравился другим девочкам? Вам тоже он очень нравится. Понимаете? Поэтому с другого ракурса нужно посмотреть на это все. Было бы гораздо хуже, если бы все было наоборот, если бы вы подобрали какого-то сорокалетнего девственника, какого-то очкастого, который с мамой живет, правильно? Это же хуже было. Который был никому не нужен. Какой-то испорченный самец. Ну ладно, давайте дальше. Как перейти в новую сферу деятельности без знаний и опыта? Очень просто. Можно туда устроиться кем угодно. Вот когда мне, например, говорят люди, вот я люблю сферу моды, меня так манит, манит или манит вот эта тема моды, да пожалуйста, там кого только нет в этой сфере модного дома. Там есть, я не знаю, от уборщицы, начиная от уборщицы, то есть можно устроиться кем угодно. Кофе наливать, администраторам каким-то еще и так далее. Сначала просто приблизиться. А потом потихонечку кого-то заменить там, заменить тут, заменить там, сместить и все. И в дамках. Понятненько я объяснила. Муж подружился с моим бывшим. Зачем? Стоит ли это запретить? Стоит ли запретить им видеться? Может быть они какие-то гомосексуальные интересы друг друга преследуют? Если там точно нет друг другу гомосексуального интереса, то очень часто люди так делают, чтобы убрать ревность. То есть когда я подружусь с твоей женщиной, например, я перестану тебя к этой женщине ревновать. Вот так. Очень часто женщины начинают бывших разыскивать, дружить с бывшими женами, чтобы убрать вот эту какую-то соперничественную нутку, чтобы как бы принять что-то, чтобы с чем-то сродниться, чтобы было что обсудить. Вот и все. Но прежде всего убрать вот эту какую-то ревность, которая мешает жить. Вот тогда пытаются сблизиться с партнером, бывшим каким-то. Поэтому если у него нет гомосексуального интереса, то скорее всего он... Или напротив, он может себя как-то подстегивать и будоражиться. Но чаще всего он все-таки хочет подружиться для того, чтобы принять, что фу, да все, это обычный костик, да чего, это как уже родственник, все, он мне не угрожает. Все, как будто бы он ему больше не угрожает. Этот костик, он уже с ним подружится. Как вы относитесь к дистанционному обучению детей? Ну, положительно я отношусь. Я вижу огромный... Минус в том, что портится зрение, конечно. Мы сейчас купили с Рафини эти очки, специальные такие, которые в Айпо продаются, чтобы не портилось зрение. Конечно, не хватает социального навыка, но при этом я вижу, что она стала реально очень, прямо очень непогодамумной. Правда. Вот она в свои 12 лет, ей сейчас 13 будет, она уже вовсю знает анатомию, биологию, то есть она знает химию, такие вот уже науки, потому что она сидит с американскими преподавателями на этом сайте и занимается. Причем ты можешь выбрать любого уровня преподавателя. Ты можешь выбрать себе самого звездного профессора, самого звездного университета на этом сайте. Они, конечно, по самой разной стоимости будут, но к тому, что ребенка можно натаскать, я теперь могу жить в любой точке мира. Я прямо могу сейчас здесь на самолет улететь, жить в Токио, и она в Токио будет заниматься со всей этой профессурой и поступит в любой вуз, куда она только захочет. Понимаете, да? То есть преимущество вот этого онлайн образования, потому что все внимание сосредоточено только на нее. Ну вот и все. Ну здесь вот опять же страдает социальный навык, и, конечно, нужно это как-то восполнить, компенсировать кружками. Но опять же, мы это говорим на период пандемии, что сейчас школа закрыта вся. Так, можно ли назвать женщину неполноценной, которая не стала матерью и не создала семью? Вот опять же, здесь даже я бы не сказала, вот неполноценно это сейчас оскорбить тех женщин, которые, возможно, по физиологическим причинам не смогли иметь детей. Это их взять и просто оскорбить. Не хочу их оскорблять, я просто хочу сказать, что она потеряла... Все, поняла. 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 20 минут прошло. Она потеряла бесценный опыт. Мне даже не с чем это сравнить. То есть она не поменялась. Она могла очень сильно переродиться, родив детей. Она могла получить нечто, что больше не получить нигде и никак, и никогда. Даже если ты сто тысяч раз будешь работать с детьми в детском доме, будешь преподавателем в школе, или у тебя есть всякие там братики, сестры, это не получить, никак это не восполнить и ничем это не компенсировать. Я иногда думаю, интересно, если бы я не родила бы детей, на моем теле бы не было, наверное, ни одной растяжечки, не было бы, никакие сиськи бы не обвисали, ничего бы нигде не обвисало, все было бы упругое, наверное, я не знаю, как бы выглядело мое тело, и не было бы никаких этих спиногрызов, деньги бы никого не нужно было бы тратить, ездила бы куда хотела. Но с другой стороны, они очень сильно мотивировали меня, дети, они подарили мне какое-то немыслимое количество любви, и больше никто не может дать эту любовь. Ну, короче, это трудно описать словами, это может понять только женщина, которая родила этих детей. Вот и все. А женщина, которая не родила этих детей, она не может это понять. Это как, если ты слетал на другую планету, ты там погулял, и ты сходил, приходишь и рассказываешь. Можно сколько угодно смотреть фильмы про ту другую планету, но если ты туда не слетал, то тяжело понять, о чем идет речь, понимаете, в чем дело. Вот и все. Я бы сказала, что они обделены, эти люди. Они обделены, женщины этих. Не буду говорить, что мне их жали, и так далее. Не хочу унижать. Я не хочу их унижать. Но просто, к сожалению, в этом плане, да, они не познали чего-то очень-очень-очень важного. Очень важного. Вот. Котики мои любименькие. Сейчас. А, ну вот последний вопрос. Нужно ли занимать свободное время ребенка кружками, или это вредно? Я считаю, что нужно занимать этими кружками. Обязательно у ребенка не должно быть свободного времени, особенно у подростка. Вот эта дурь подростковая, что они шлындруют по дворам, не дай бог, это ни в коем случае. Ребенок обязательно должен быть занят. И его отдых это смена деятельности. Отдых для ребенка это смена деятельности. Порисовали, почитали, погуляли, поиграли, посмотрели, поплавали, побегали, попрыгли, снова почитали. То есть никакого свободного времени не у детей, а уж особенно не у подростков. То есть вы можете не заниматься каким-то фанатичным, я не знаю, фанатизмом, там, балет, или, например, какая-то жестокая музыкальная школа, да, вот это такой БДСН над детьми. Но то, что ребенок должен быть обязательно все время занят, это миллион процентов. Ну вот, мои котики любименькие, вот и все. Ну вот, последний вопрос. Был тот предпоследний, это последний. Вечно решаем проблему мужа игромана, как бороться с созависимостью. А вы себе представьте, допустим, что ваш муж не игроман, что он такой востребованный мужчина, и он всем нужен, и его все любят, и он такой успешный, и у него нет зависимости, как вам тогда с ним? Подумайте, потому что очень часто, когда с женщиной задаешь такой вопрос, она говорит о том, что, блин, мне становится как-то некомфортно, что если рядом со мной совершенно свободный человек, у которого нет зависимости, и он как бы успешный, мне сразу страшно становится, что он от меня уйдет, что он меня бросит, что я ему не нужна такая, да? Вот как бы раскройте, из чего конкретно состоит вся эта созависимость, то, что вы ее осознаете, это здорово, а что в этом во всем лежит? И прямо по пунктам пропишите, попроговорите, и это все озвучите это себе и ему, и сделайте это очень видимо, понимаете? тогда это утратит свою силу как минимум наполовину уже, а это уже хорошо, понимаете, да? Потому что на данный момент вы не готовы к тому, чтобы жить с человеком, у которого этих зависимостей нет, потому что вам по какой-то причине страшно жить со свободным и успешным человеком. Все, мои дорогие, я вас жду на марафоне, на марафоне, кстати, мы про это тоже там будем говорить на марафоне, мы будем разбирать самые разные темы, темы зависимости у мужчины, и как жить с этими мужчинами, у которых есть эти зависимости, как жить с человеком, который жадный, как жить с человеком, который бедный и так далее. Будем смотреть все то, что стоит между мужчиной и женщиной. так, 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 так. И по поводу всех этих подробностей, значит, стартует наш марафон у нас с вами 5 октября, да, 5-дневный марафон, стоит он вот как, значит, называется он и она, раньше он называл мужчиной и женщиной, марафон, сейчас называется он и она. И до 1 октября, кто успеет оплатить, для тех будет стоимость 5 тысяч рублей, да, первого включителя. Но если вы не успеете оплатить до 1 октября, то стоимость уже будет другая, он будет уже дороже, он будет уже 7500, мои дорогие. Чтобы на него записаться, нужно просто написать мне вот сюда в инстаграм, в социальную сеть, что Вероника, я хочу на твой марафон, он и она, я вас запишу, мои котики. Все, я вас целую, обнимаю и обязательно подписывайтесь на мой ютуб, канал.